Всем привет! С вами Ольга Еременко, врач-парадонтолог-ортопед, и сегодня мы с вами поговорим про абразивность зубной пасты. Еще три года назад, когда все рассказывали о том, что это просто прикус, я говорила о том, что это чрезмерная старательная гигиена. Так вот, что же такое РДА? РДА – Relative Dentine Abrasion, то есть это воздействие абразивных частиц на дентин. Этот индекс невозможно измерить в домашних условиях. Для этого должны быть специальные лаборатории, которые берут одинаковые зубы, одинаковые щетки, создают абсолютно одинаковые условия и таким образом чистят зубы. Как же абразивность зубной пасты может повлиять на зубы? Ну, вы уже знаете, зубы стираются, они действительно повреждаются, и чаще всего они повреждаются ближе к десне, потому что там эмаль самая тонкая. Когда эмаль стирается посредством механического воздействия, а мы с вами помним, что самое сильное механическое воздействие – это воздействие из натуральных зубных паст. То есть это компоненты мел, карбонат кальция, так это звучит в зубных пастах, необработанный гидроксиапатит, и это соды необработанная, которая имеет неровные частицы и повреждает эмаль зубов. Что еще влияет на абразивность? Конечно, это собирательное понятие, на которое влияет жесткость зубной щетки, сила давления, намоченная или нет зубная щетка и паста. То есть представляете, сколько разных составляющих, повреждающих воздействие на зубы. И, соответственно, сила повреждения эмали будет зависеть от ее толщины. Чем более тонкая эмаль, тем менее для нее показаны пасты натуральные, пасты для отбеливания, пасты лечебные, которые в своем составе включают соду. Если вам видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите ваше мнение под видео.